здравствуйте пацаны для новичков это самый лучший вариант мой самолет spirit airlines сейчас травкой пахнет что хотел сказать мексиканец весь в татуировках сказал что эти хас то себе позволяет я не понимаю большая проблема на самом деле военные всегда неплохо платит работа это класс всем советую работать а значит это что я вожу машины о смотрите за неделю это просто отличный результат какие дела на с вами в общем начнем всем привет мои дорогие друзья вот он я как вы видите я опять работаю на фуре я поменял компанию уволился с прошлой компании и перешел в новую чуть-чуть расскажу про старую компанию то есть вообще никаких претензий к ним нету если надо будет даже готов вернуться к ним просто меня позвали в другую компанию где чуть-чуть более лучшие условия и опять же это мне позвали по знакомству это не значит что все сюда в эту компанию могут прийти а по поводу прошлой компании для новичков это это самый лучший вариант то есть если у вас нету опыта то вас там научат работать на футбете и будете работать и отлично зарабатывать то есть носят пять центов за милю на данный момент может будет меняться опять все мили оплачиваются и плюс оплачивается тарп оплачиваются простое инспекции все оплачивается это что по поводу прошлой компании если вы мне напишите в instagram скажете виталик я сдал на права только что я вам посоветую эту компанию потому что она просто класс то есть там будут места что очень много желающих туда устроиться она нас находится в калифорнии поэтому принципе если напишите я вам дам номер саши и он с вами поговорит если вы адекватный и готовы работать то будете работать в общем устроился в новую компанию она находится в чикаго дали мне трак фредлайнер 80000 миль у него пробега у него уже чек загорелся он уже колеса руль трясется но я рассказываю об этом видео поэтому посмотрите в общем этот трак от пенский ориентованный и мне дали его потому что я не успел доехать до чикаго я взял билеты до чикаго но мой самолет spirit airlines может отменять билеты как оказалось то есть они просто отменили и все я приехал в аэропорт они говорят ну ваш билет отменен мы можем через пять дней вам дать или через три или через пять или полный рефаунд я позвонил своему менеджеру она сказала что приедет вот этот трак водитель с него ушел и ты его заберешь и пойдешь работать как видите я работаю в общем начнем чё к чему то есть здесь я работаю за процент началось мое путешествие по моему это был четверг мне дали груз из калифорнии портванд это был город сан мигель это военная база мы везли военную технику самое интересное что просто компании я вез от с портланда в сан мигель тоже контейнеры военные сейчас мы везли все назад там было очень много траков больше ста точно свод сашиной компании прошлой мая 7 штук мы с моим другом загрузились в одно время и поехали вместе то есть один за одним мы ехали вместе до портланда пацаны нет времени объяснять я на другую компанию работаю я уволился я вожу машины но не вот эти машины а вон те военные машины в общем а вот чувак такой же как и мы едет мы наверное машин 40 а может 100 я машин 40 видел загрузили вот такие военные машины какую-то бочку военную базу всю перевозим в оригон едем из калифорнии я перешел на другую компанию триллера здесь конечно похуже меня еще не устроили на работу но мне дали траки я уже ввезу вожу рус я еще не подписал никаких документов так что вот такие дела я купил себе покушать а значит это что что если вы поставите сейчас лайк но я сяду вот в этот камер и заведу его если там есть ключи честно говоря пацаны я очень устал крепить четыре цепи на каждую машину почти и по четыре естественно трещотки я перешел на проценты если кому-то это интересно поэтому вот попозже расскажу когда уже устроюсь сейчас мы залезем вот в этот рачок но места прям совсем нету руль такой смешной тут что-то есть так я так понимаю коробка передач пониженная это ручник или чё это все замкнуто я не знаю почему она все замкнута там сиденья на прям далеко тянутся он широченными места мало о смотрите ран он не план поедет завелся с пол . 60 миль в час 60 миль в час может ехать максимум 330 от 33 тысячи или 331 не пойму вот это считается или нет это считается ну как-то так заглушим а вылазить прям совсем неудобно пою я чуть не упал так закрылся и вот это зеркальце это хаммер совсем военный такой вот крысовец просто крысовец в оригон идет вот такие делишки у меня ребятки позже буду все рассказывать про деньги про заработки ждите главное ждите состояние отличного хаммера посмотрим как разгружать будем я говорю ехал очень много машин едет туда в это же место поэтому не знаю будут ли у нас вообще время мы с максом это из прошлой компании мой кореш он в прошлой еще компания работает и он сам мы с ним решили сегодня в 6 часов выехать чтобы разгрузиться сегодня сегодня суббота а разгрузка вообще на понедельник в воскресенье вроде они не работают вот такие делишки у нас пацаны кто не знал вот смотрите как колеса рвутся когда поворачиваешь центр центр вот здесь где-то рвется и то и то колесо и стирается вот так вот а макс вот такую херню везет в четверг загрузились получаете у нас это что это 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 В четверг загрузились, получается, пятница, суббота, воскресенье, вообще, по идее, в понедельник мы должны привезти, но они работают и субботу, и воскресенье, поэтому мы тихонечко вдвоем поехали, чуть-чуть поднатужились и довезли в субботу в обед. То есть мы разгрузились в субботу в обед, привезли машины, там гора красивенная, вы посмотрите вдали, ох, это Орегон, красавчик, сегодня, сегодня суббота, успели мы с Максом в субботу, они ждали нас, ребятки, я теперь еду на треке за этой малышкой. Ну а что нам делать? Работа у нас такая, там же кто-то разгружается, мне нашли на понедельник, груз Максу еще ничего не нашли, поэтому мы сейчас найдем трекстап и поедем отдыхать в воскресенье, может, кстати, мы можем, если найдем трекстап, потусоваться в Портленде, сходить куда-нибудь, посмотрим сейчас, в общем. Самое интересное, к цифрам, то есть за этот груз военные всегда неплохо платят, там меньше тысячи миль было, ну с грязными получилось тысяча, а вообще там 800, насколько я помню, миль. Заплатили 3200 долларов всего, моих с этих денег 960 долларов, меня остановили еще на инспекцию, я это не снимал, прошел инспекцию, level 1, это то есть полностью трек проверяют, за него мне заплатили 400 долларов, но так как новая компания, мне надо депозит было оставлять, они сняли на депозит, на страховку и получилось, что я заработал за этот груз 960 долларов. Далее, получилось так, что следующий груз был на понедельник, то есть в воскресенье мы с Максом, с моим другом сидели на тейке в Портленде, мы искупались, отдохнули, пошли покушали, сходили в Walmart, в общем, неплохо провели время. В понедельник я отправился в штат Вашингтон, кто не знает, Портленд и Вашингтон разделяет река, и то есть Портленд находится на реке, я переехал через реку, 30 миль и попал в Вашингтон, там у меня была загрузка, которая была не очень, как бы груз очень плохой, там по-моему 1,8 доллара за милю, надо было 2,5 тысячи миль ехать в Луизиану, но так как во вторник был праздник, честно говоря, не знаю, какой-то праздник в Америке, американский праздник, День Победы, не знаю, что-то такое, короче, это был выходной, то есть в понедельник груза только такие были, очень плохие, главное не стоять. Возвращаясь назад к Максу, Макс стоял, то есть не смогли ему найти груз, это очень печально, мне хоть за 1,8 доллара, но 2,5 тысячи миль, это как бы неплохо, я не стоял, я не стоял, это самое главное. В общем, взял, поехал я загружаться, значится. Ребятки, следующая загрузка, забираю вот такие листы, вот такие досточки, получилось, что не смог снять, когда разрушали, потому что военная база, и военные очень быстро разгрузили, мы ждали воскресенье, все, сегодня понедельник. Груз большой, стоит 4 700, ехать, по-моему, 2,5 тысячи, но так как завтра праздник, это очень хороший груз считается, потому что ничего нету больше, пока что. Вот нас разгружалось машин 200 за вот эти выходные, не знаю, когда они там все будут искать груз, мне нашли заранее его. Груз был легкий, я забрал 2 листа металла, шириной с мой флэтбет, они, в принципе, были легкие достаточно, кинул стреп и поехал в Луизиану. В Луизиану 2,5 тысячи миль, это я ехал до... Вообще, по идее, я должен был в пятницу, то есть понедельник я загрузился, в пятницу я должен был разгружаться. Чего, пацаны, леса горят, это Орегон через... Ну, горит в Вашингтоне, потому что вот эта река отделяет Орегон от Вашингтона. Очень сильно горяет все. Это очень плохо. Посмотрите, все горит. А я смотрю, свое видео вышло сегодня. Очень интересно, всем советую и подписывайтесь на мой канал. А мы пока что будем ехать. Окно грязное, надо помыться. У меня полбака, чуть меньше полубака, надо и помыться заехать. Загрузил я металл. А лес все плавится. Большая проблема, на самом деле, горящие леса, потому что трава очень сухая, маленький бычок, вообще искра любая, и все, и все сгорит. А остановить очень тяжело, особенно в лесу, туда пожарки не подъедут, только вертолетами. Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо его колбасит. Сейчас еще не сильно, но когда на ровной дороге едешь, его колбасит и вправо везет. Колесам хана, я вам покажу. Здесь развала нету, скорее всего нету. Во, смотрите, как его понесло. Оп. А мы в Техасе едем. Ой-ой-ой, как трясет. В Техасе я, знаете, еще почему понял? Вот если посмотреть на вот это боковое зеркало... Плохо будет видно, потому что я и сам трясусь вместе с траком. Но если на боковое зеркало посмотреть, то его колбасит очень сильно. Мы в Техасе едем. Сейчас попозже остановлюсь. Брейк сделаю и поеду дальше. Весь Техас проеду от Амарила до... Через Даллас и до конца. Разгрузка у меня должна быть завтра. Надо в любом случае успеть. Осталось сколько? Девять часов. Сегодня я все не доеду. Сколько смогу, столько доеду. Колеса сожрало. Получается... Правая в наружную часть. Левая в внутреннюю часть. Самое интересное, что... У меня инспекция была. Первый день выехал, и в первый день инспекция была. Третьего левела все проверяли. А что колеса поедены, он как бы и не заметил. Поэтому, в принципе, все хорошо сказали. Это трак Пенский, поэтому... Когда буду менять, я еще не знаю. Потому что его там надо оставить. Если бы это был обычный трак Пенский, это аренда траков. Если это был бы наш, нашей компании трак, то они бы мне его починили везде, где хочешь. А так надо только к Пенске везти. Ну, посмотрим, что-то как. Сегодня у нас уже среда. Завтра четверг надо разгрузиться, чтобы взять небольшой груз на пятницу. И на следующий день мне надо в Чикаго подписать документы заехать. Потому что я еще ничего не подписывал. Просто езжу на траке, ничего не подписал. Такие дела у нас в Америке. Погода 102 градуса по Фаренгейту. Короче, кто не знает, как считать, 102 это минус 30. И разделить на 2 будет. Ну, считается. Тогда будет цельсия. Радусы. Так что вот такие делишки у нас. Едем, все нормально, все хорошо. Редбульчик есть. Сейчас что-то покушал, я перекусил. Сейчас еще раз заеду, что-нибудь еще, может, куплю. Когда будет брейк. Все, я заезжал, заправлялся. В этой компании, если в прошлой компании мне надо было только на Пайлотах заправляться, здесь можно Пайлот, Лавс, Тиэр. И я заправляюсь на Лавсе, потому что Лавсы новые и очень классные. Трак я чуть-чуть отмыл, был очень грязный. Но вонь от сигарет еще осталась. Поэтому, в принципе, обещали химчистку сделать. Мы посмотрим, нужна, не нужна. Дорога, в принципе, неплохая. Платили за этот груз 4700. Моих с этих денег 1410. Ну, так скажу, груз очень плохой с точки зрения оплаты. Но я не стоял. И за счет больших миль, как бы, я получил неплохо. 1410, я считаю, это неплохо. Получается, я пораньше выехал в среду и успел в четверг. Потому что мой диспетчер сказал, что на четверг уже есть груз. То есть, я поднатужился, доехал где-то... Я даже не помню, во сколько я там приехал. Ну, вообще, рано приехал. Разгрузил эти листы. А, с утра я приехал. Разгрузил эти листы. Потому что я ночью ехал 4 часа. Рано утром выехал и поехал. Красота, пацаны. Мне осталось сколько? Два с половиной часа ехать. Я уже из Техаса выехал. В Луизиану ехал. Спал вчера в Луизиане. Точнее, сегодня выехал рано в 5 часов. Что надо побыстрее достать, чтобы загрузиться. Сегодня четверг у нас. Должен каратыш какой-то быть, надеюсь. Но не выспался вообще. Башка сейчас вообще такая тяжелая. Ну, а что делать? Бабки зарабатывать надо. Надо. Туман. Здесь влажно, очень влажно. Но мы едем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Жаль-ка жесть, ребятки. Я снял стрепы. Это такой небольшой завод. Ну, как, не маленький, небольшой. Средненький металлургический завод. Делают какие-то конструкции из труб, из металла. Очень душно. Потому что это Луизиана. Это, короче, прямо вон там у нас находится Мексиканский залив. Поэтому очень жарко. Металл вот такой толстенький. Пойду скорее в трак. Сказали ждать. Растраповаться и ждать. Здесь влажность ужасная. Самое интересное, заставили надеть каску. А сами без касок ходят. Заводим трачок. И ждем, пока нас начнут разгружаться. Следующий груз уже есть. И еще следующий есть. На все выходные есть. Едем назад в Орегон. Так, разгружают пацаны. Он говорит, не растраповывайся. А я растраповался там, где стоял. Я что-то понял, что он говорит, растрапуйся. Сказал, ты сейчас будешь заново застраповываться. Потому что не секьюрити лоуд. Типа, не закреплен типа груз. Наорал на меня. И в этом, ладно. Такое видео. Он взял вид, что типа ехать так. И я поехал. Все, в принципе, сейчас скидываем. Вроде как следующий есть. И он от сегодня до 12 как-то доставить вечера. Не знаю, но у меня не получится, скорее всего. Ну, посмотрим. Сейчас завтра хороший груз есть. Завтра он стоит. 7 тысяч завтрашний груз стоит. 2 тысячи миль. Это очень круто. 3,3 доллара за милю. Это вообще класс. Ну, будем смотреть. Очень душно. Такое место красивое. Ну, очень душно прямо. Разгрузил, в общем, листы на базе. Так себе мне не понравилось. Потому что относились как-то не очень ко мне там. Но, в принципе, быстренько разгрузили. И я отправился также в Луизиану за новым грузом. На очень коротенький. Там, по-моему, 700 миль. На один день он очень был. В Луизиане я его забрал. Это были сваи. Сваи, которые вбиваются. Точнее, вкручиваются в землю. Надо было везти в Техас. А все потому, что из Техаса у меня уже был груз на все выходные, которые я сейчас везу. Пацаны, жара, жесть. Я посмотрю. У меня катушки я не переставил. У меня на одной катушке в стороне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь катушек. В принципе, нормально. Все, ребятки, загрузился. Палетку. Здесь у меня нету стреп. Некуда приделать. Сделал так. И одну здесь. А так все по три сделал. Одну новую распаковал, потому что порвано. Ну, еще двое-две на Тарпах, потому что я один Тарп полностью. Я вот эти пересобрал. А вот этот не... Ну, лень было, как-то, четыре. Эти четыре Тарпа перекладывать в один день. Все, выезжаем. Ехать, в принципе, девять часов. Надо быть сегодня ночью. Все, окей. Выезжаем, ребятки. Денюжки зарабатываются. Позже скажу, сколько заработал. Пацаны, советую всем. Флэтбет это класс. Особенно в Южных Штатах. Весь мокрый полностью. Класс. Красота. Работа это класс. Всем советую работать. Еще какие-то муравьи были. Весь покраснел. Но ничего. Такой красивый, как и был, остался. Поехал, загрузился. Сваями. За них платили 1400 долларов. Там было чуть-чуть ехать. Буквально на полдня. Но самое интересное. Я не успевал их бы за день довезти. Но за счет того, что в Техасе очень жарко, они работать начинали с 11 ночи. Из-за этого я успевал довезти его. За него я получил 420 долларов. Разгрузился ночью. Поехал на Трекстап. И там недалеко от мексиканской границы у меня уже был новый груз, который я вот сейчас везу. Везти его надо было 2 тысячи... Нет, что-то не помню такого. Но платят за него 7 тысяч долларов. Вообще отлично. Моих из этих 7 тысяч долларов 2100. Я его, получается, загрузил в пятницу. И надо разгрузить мне его в понедельник. То есть, по идее, это впритык времени. Но я успеваю. В принципе, я успеваю. Сегодня воскресенье. Мне надо завтра чуть-чуть будет доехать. Я еще не успел доехать. И разгрузиться. Это я помылся на лапсике. Теперь можно на лапсах заправляться. Дождик идет. А вот моя машинка. Не знаю, я не спешу. Мне 7 часов ехать. А там у нас садивец, как я уже сказал. Поэтому не знаю. Я сейчас буду в 10, если что там. Или в 9, 30. Что-то такое. Нормально. Подтянул все стрепочки. И в принципе нормалек. Поедем. Бабло заработает. Деньги они такие. Их надо зарабатывать. Все, выдвигаемся. Я в Техасе, но я остаюсь в Техасе. Потому что разрушка-то в Техасе, если вы не знали. Ребятки, вот почему дорого переделывать дорогу. Очень дорого переделывать. Ее делают раз в 70 лет. Вот они ее переделывают. Трактор просто достает арматуру. Блин, уже проехал. Ну, поверьте на слово. Ну, вот понимаете, это все. Вот этот бетон, вот он передо мной. Этот бетон залит с арматуры совсем. И вот его надо разобрать. Это как дома сносить. Только здесь целую дорогу надо разобрать. И за это очень дорого переделывать. Сначала кладут. Потом, когда уже совсем разрушится вот этот бетон, его покрывают асфальтом сверху. Он еще служит сколько. Потом опять асфальтом покрывают. И уже в самом крайнем случае переделывают. А мы в Техасе. У нас здесь дождь лупит ужасный. Я покушал. Очень вкусно. И еду. Ориентировочно в 10-30 буду. Но там Хьюстон впереди через, может, миль 50-70. И там будет шопка полная. Там уже пробки. С Кагармену вообще все равно, что я еду по своей полосе. Он говорит, что я по встречке еду. Молодец. Напоминаю, штуковина стоит там, по-моему, от 300 до бесконечности. Но как это на этот 400, по-моему, стоил. Вот он почему-то решил, что я по встречке еду. И говорит, не едь туда, Виталя. А без него не обойтись. Есть Tracker Pass приложение. Оно 100 долларов в год стоит. Но мне не очень нравится. Потому что для него надо будет отдельное устройство покупать, чтобы на нем запускать. Да, пацаны, вот такая работа. 7 миль херачить по вот такой дороге. Там Мексика рядом. Ну, граница с Мексикой здесь где-то неподалеку. Куча патрулей. А я еду, чё? Везу какое-то говно. Навигатор говорит, что мне нельзя сюда. Но они мне локейсин скинули. Там нет никакого здания. Там просто в поле разгрузка. Не знаю. Ну, прям дорога ужасная. Мне еще назад. У меня уже время как бы час остался. Не знаю. Вроде знаки стоят. Все нормально. Сейчас посмотрим. 35 миль в час разрешено здесь ехать. Ха-ха. Шутники. Хотя бы 10 проехать. Короче. Довез. Ужасная дорога. Я не знаю. Мексиканец весь в татуировках. На лице татуировки. В охране здесь работает. Сказал. Осторожно. И трак, конечно. Ну, ничего вроде не отвалилось. И то хорошо. Сказал, сейчас приедут. Чуваки, которые будут разгружать. Не знаю, почему мне сказали ночью ехать. Вообще не понимаю. Это вот такие вот свай. Я не знаю, что здесь будет. Но куча свай. Здесь туалет. Там какой-то завод. Газ. Тут, наверное, газ добывают. В туалет. Но есть зато туалеты. Будем разгружаться. Что делать? Есть туалеты. Может сходить в туалет. Рукомойничек. Расстраповываться не буду. Потому что, возможно, придется двигаться еще куда-то. Все, ждем их. Не знаю, пацаны, видно. Все, снимают ребятки. Что-то много правил. Говорят, надо ждать. Будем ждать. Сейчас снимут. Сейчас смотаю стрепы. И можно будет ехать. Он должен подписать документы и сопроводить меня. Короче, я спросил у них, почему они ночью работают. Он сказал, что здесь вообще очень жарко днем. Поэтому у них только выбор ночью работает. Ну, посмотрите на землю. Здесь вообще пустыня какая-то. Ждем, пока разгрузят. И уезжаем. Быренько. Отдыхать. Завтра с утра надо загружать новый груз на Орегон. Обратно. Трак сломался. Я вам потом расскажу в следующем видео. Но мне его должны починить в понедельник. Хотя груз у меня уже есть. Но, скорее всего, он будет канцел. Потому что я не успеваю. Траки, как вы знаете, чинят не за 2 секунды. Но будем смотреть. Это будет завтра. А сегодня хочу подсчитать, сколько я всего заработал. Если мы берем неделю. Отчетную с понедельника по понедельник. То я заработал 3930 долларов. Это чисто мой заработок. 3930 долларов. Это очень хорошо, я вам скажу. Если мы берем весь период, с которым я с военным грузом. Плюс 960 долларов. Это 4890 долларов. За неделю, можно сказать. Опять же. Ну, чисто теоретически это за полторы недели. Но, как бы, я считаю, за неделю. Ну, даже 3930, то есть 4000 долларов за неделю. Это просто отличный результат, я скажу. Да, были груза наперед. У меня все просчитаны. То есть, диспетчер работает вообще отлично. Посмотрим в перспективе. Сейчас непонятно еще. Но, груза очень заранее находит. И очень хорошие. То есть, пока что неплохие. За неделю, да. Работал я много. Не могу сказать, что налегке я все провез. То есть, у меня за счет того, что был уже груз, мне надо было быстро, с утра рано вставать, довозить первый груз. И быстренько выезжать за вторым. И его довозить. Да, это было я до 11 не спал. Потом очень рано, бывало, вставал. Но, деньги просто так не зарабатываются. 4000 долларов в неделю на траке в нынешнем рынке. В упадке нынешнего рынка. Это очень хорошо. Надеюсь, все будет продолжаться точно так же. А пока смотрите мои видео. Порадуйтесь за меня. Я за себя порадовался. Деньги хорошие, заработанные. Хорошо потрудились. И сейчас я буду кушать и отдыхать. Спасибо, что смотрите. Оставайтесь со мной. Доброе утро, пацаны. Вы думаете, что я в каком-то музее? А это Рестерия, знаете ли. Что эти техасцы себе позволяют, я не понимаю. Понимаете? Лореда. Это Рестерия возле Мексики. И я вам сейчас... Ну, давайте сюда пойдем. Просто не знаю. Ну, техасцы куда-куда деньги? А что не отмываем деньги? Я не понимаю. Почему? Не знаю. Там замок не построили в Геленджике. Что за дела? Зачем Рестерию такую красивую делать? Правда, вода зеленоватая. Или она такая и должна быть? Я не знаю. Но здесь очень красиво. Ну, не мусорить просит. Вон там мой трачок стоит. Просто посмотрите. Это Рестерия, понимаете? Кто не знает, что такое Рестерия, это туалет для путешественников. То есть для водителей и для всех остальных. Место, где можно отдохнуть. И сходить в туалет. Техасцы забабахали, конечно, такую. Ого! Это вам... Там еще, вон, смотрите, центральное здание. Я в него не зашел. Но там тревел-центр. Там типа бумажечки, карты. Вон там, по-моему, в 50 милях хранится с Мексикой. Вон там Мексиканский залив. А там вся остальная Америка и Канада. И мы едем в Мексиканскому заливу. Очень интересно, я считаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Это снова я. Загрузили мы вот такие вот трубочки. Все надежно зафиксировал. Это столбы. Две тысячи двести миль ехать. Платят за них семь тысяч. Как вы поняли, я вообще говорил, но я на проценты стал работать. Две двести за семь тысяч едем. Очень хороший груз. Три и три, по-моему, за милю выходит там. Что-то такое. Я уже не помню. Так что, все должно быть хорошо. Заработок попозже скажу. В конце недели. Сегодня у нас... Что у нас сегодня? Сегодня у нас пятница. Я загрузился и выезжаю уже. Сейчас на лаптик заехал. Сейчас 30 минут брейк и едем дальше. Пацаны, это я. Я в Юте. Несу пакетик. Это значит что? Это значит, что я помылся и загрузил стиралку. Солнце светит прям в лицо. На лаптике, как вы видите, это лапс. Вьюти. Вьюти, вьюти, вьюти. Нам еще ехать тысячу миль. Завтра доеду и получается в понедельник еще придется пять часов мне доезжать. У меня сломался трек. Выскочил чек. Чек-энжин. Напоминаю, этому фредлайнеру 80 тысяч миль. Годик отъездил. Это, можно сказать, новый трек, если что. До 150 это еще обкатка считается. Все уже сломано. Все уже сломано. Выглядит ужасно. Не знаю. Хочу новый. В смысле, что мне дали другой. Желательно не фредлайнер, а Вольво. Но ничего, я еще не доехал до Чикаго, чтобы подписать документы. И вообще поговорить с начальством. Пацаны, это снова я. Да, здесь у нас восход, значит, собьюйте. Кстати, очень хорошо. Не душно. Не душно ночью. Поэтому, ну, спал я с заведенным двигателем. А так нормально. Сделал все свои дела. Почистил зубки. Идем выезжать уже. Потому что, как бы, уже надо было выехать минут 20 назад. Ну, я сегодня поставил будильник на 5.30. Встал где-то в 5.45. Получилось так. И вот, сейчас уже 6.20. Мы вылетаем. Машина тянет ее вправо очень сильно. Жрутся передние колеса. И горит чик-энжин. 6.8 тысяч миль на машине. Очень все плохо. Но, что поделаешь. Думаю, заедем как-нибудь на шап и там что-нибудь сделаю. Ребятулечки, приехали. Пацан передо мной. Я уже растреповался. Осталось смотать их. Чувака вот этого только что разгрузили. Столбов очень много. Мне сказали на его место встать. Сейчас еду очень тихо. Потому что все может упасть. И едем ремонтировать трак. Что ж тут поделаешь. Ну, давай, мужик. А, так это падла. Он стрепы еще не стянул. Вон валяется. Молодец. Вообще не спешит, пацан. Пойду и я застыкнусь. Вроде я дал место этому. Вообще не спешит, смотрите. Да. Мудаки-таки, конечно, работают. Прям не спешит вообще. Хотя очередь у нас. Ну, ничего. Мы его не виним сильно. Чуть-чуть повиним и все. Все, ребятушки. Разгрузился. Точнее, растреповался. Ни одной стрепочки, как видите. Опа. Ручка немножко устала. Все. Ждем, пока мужчинка вон тот раз грузит. Вам видно? Вон он. Вот он. Вот он. Вот он. И все. И поедем в Пенский. Чинить машинку. Все сломалось. 80 тысяч. Траку вообще хана. Не знаю почему. Но пойду покушаю пока что. В любой непонятной ситуации, иди кушай. Все. Привет, пацаны. Опять скинул машину. Начаться. Что у нас? Он говорит, это из alignment. То есть, как я и говорил, alignment у хана. Из-за этого сожрало резину полностью. Сбоку одну полосочку. Спереди не сказал, поменяет резину. Ну, а по поводу alignment надо записываться. Не сегодня. Я не знаю, что сейчас будем делать. Смысл мне тогда ждать. Должен еще студент сюда приехать. И мы с ним поедем вместе. Получается, потому что он как бы опытный. Но он на флотбэде не работал. Поэтому будем обучать. Будет всяко полегче. Но, что хотел сказать. Я иду, кстати, сэндвичи хавать. Alignment. Проблема, что alignment надо сделать теперь. А он и Subway. Все. Портланд очень красивый, как видите. Но такая вот погодка, знаешь. Мне сказали, это с классического час погоды. Видите? То есть, это как в Питере. Мне так кажется. У меня просто знакомый здесь работает. Ой, работает. Живет. Жил. Жил. Сейчас в Калифорнию переехал. И много людей, которые немножечко темных кровей. Знаете? Очень много. Сейчас травкой пахнет. Ух. Ладно. Пойду кушать. Доброе утро, пацаны. Хотя уже обед. Мы на таком складе. Работают мексиканцы. А у мексиканцев, как вы знаете, не все очень быстро. Наш металл, вот этот, должны перегрузить на наш трак. Но почему-то они остановили работу, не знаю, как это у них связано. Работать вообще не хотят, пацаны. Ждем. Вот это мы будем забирать. Странно, конечно, что мы стоим просто так. Вот мексы. Вот такой складик. Ехать нам назад в Вашингтон. Вот эта часть наша еще. Но никто ничего не двигает. Не знаю. Что, пацаны? Взвесились? Все окей у нас? Загрузились? Я помылся? Мой студент пошел тоже мыться? Сегодня пятница. Уже второй час. Два часа, наверное, сейчас. Короче, сейчас поедем. На Вашингтона ехать 2000 миль. Но на двоих это нормально до понедельника. Сегодня же пятница, суббота, воскресенье. Сегодня проедем. В субботу проедем. И воскресенье тоже поедем. Все, отлично. Все отлично. Но опять едем по ЮЭСкам. Мне это уже надоело немного. А так у нас груз нормальный. Торповать, слава богу, не надо. Вот такая штука, палетка. Вот это меня смущает. А так, в принципе, нормально. Здравствуйте, пацаны. Это я. Ой, здесь солнце сильно светит. Давайте повернусь вот так чуть-чуть боком. В общем, солнце светит. Мы в Техасе. Температура 110 градусов по Фаренгейту. Это очень жарко. Мы меняемся. Нам еще сейчас уже сколько у нас? 7 часов. Нам 5 часов сейчас сегодня надо. Желательно проехать. Естественно, мы доедем, если что, и завтра, и послезавтра. Ну, хотелось бы сегодня, ну, до 12, я думаю, до 11-12 поедем. А я потом рано с утра встану, и мы нагоним все остальное время. Груз стоит нормально. Я бородатый. Но ничего страшного. Я забыл бритву опять. Поэтому я такой бородатый. Все, едем дальше. Я сейчас перекушу и отдохну немножечко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Ребятульки, мы приехали. Речечка. Тут, правда, заборчик такой стоит. Но зато виды. Это штат Вашингтон. Очень жарко, 104 градуса. Прямо как будто в баню, в сауну такую, знаете, в баню. Влажности нет, но очень душно и жарко. Но красота. Посмотрите, эти виды. Виды просто божественные. Престерия у нас где-то там в поле, где-то мы должны разгружаться. Я не знаю где, пока что. Но такое место классное, посмотрите. Очень хорошо. В общем, приехали. Все, доехали отлично. Сейчас у нас сколько? 6 часов вечера. Завтра разгружаемся. Здесь Рестерия. Мы помылись, доехали на лавзик. И вообще красотулечка. Газончик. Идем. Тенечек. Красота. О, в теньке, кстати, нормально. Не сильно прям так душно. Да, в теньке просто жарко сильно. Но не душно. Вообще надо было как бы вот там встать. Вот, кстати, этот мост. Но мы встали вон там. Вообще до туалета близко идти. Вот такие вот места красивенные. Все поливается. Все хорошо. Сейчас отдохнем. И будем ложиться уже спать. Сюда дым делать все равно тут нечего. Уже кровата. Как совет стоит. Красивые места, я вам скажу. Вашингтон вообще красивый штат. Если мы зимой сюда не приезжаем. Все, до завтра. Приехали мы. Это такая подстанция. Я вот эти конструкции привез с самой подстанции. Это здесь что-то такое здание красивое. Пол. Как бы выглядит все заброшено. Но они здесь работают. Мужичок из Молдовы. Вон он на Канистоге. Вот такие бобины, говорит, привез. Но мне сказали, что в середине дня только будет чувачок. Но это плохо. Этот спал здесь. Так что вот так. Вот я привез конструкции. Сейчас спросим у этого чувака. Все, товарищи. Мы разгружаемся. Вот с тем пацаном Молдованиным пообщались. Койлы из Канады привез. Вообще красавец. Мужичок. Не знаю, вам слышно или нет. Ветер очень сильный. Нас разгружает потихонечку. Конструкция. Он просто распределяет еще. Места здесь вообще класс. Красотища. До 11 утра надо влаждать. Вот такие конструкции собирают. Лэпы. Точнее, стойки для лэпов. Местечко интересное, но очень долго все. Будем ждать потихонечку. Поэтому следующий груз есть. Там он на 600 миль. Платят 2 500. Ну, все вам расскажу. За эту неделю тоже расскажу, сколько получил. Какой монстер. Ух, кальмар. Это фирма Кальмар называется. Такие погрузчики они делают. Красавчик. В общем, ребятульки. Загружаем вот это или желтые. Скорее всего, вот эти. А можем вот те. Какие-то загрузим, сказал. Все нормально, хоть Виталька. Иди, жди в машине сиди. Все мы сейчас сделаем. И все мы загрузим для тебя. Все нормально. Такие заводы люблю. Должны все быстрее сделать. Кстати, красивенько. По фэн-шуи. Единственное, придется так скидывать. Потому что по длине они обычно длиннее трубы. На всю длину. 53-й прицепить нужен. Все, пацаны. Пока есть время. Рассказываю, сколько заработал за ту неделю. Было два груза, получается. Потому что в понедельник я сидел. И вторник, полдня я сидел, ждал студента. В общем, как мы. Получается, я был в Орегоне. Орегон. Я ехал с Орегона в Техас. Около двух тысяч миль. Заплатили мне 4 400. С Орегона всегда дешевле, чем ехать вниз. А потом мне назад надо было ехать за 6 тысяч. С Техаса, так же в Орегон. Ну, Вашингтон, но оно на границе с Орегоном было. Тоже две тысячи миль, но 6 тысяч. Понимаете? И получается, я сделал около 10-10 с лишним. Ну, 10, будем говорить, 10 тысяч. Роса заработал 3 тысячи долларов. Потому что на данный момент я на 30%. Пока у меня идет стажировка. А потом, не стажировка, а вот, ну, а первый месяц уже 30%. А потом будет побольше процентов. Ну, там я потом вам расскажу это все. Плоховато. Два груза всего сделал. Каратыш в понедельник из-за того, что машину надо было в ремонт сдавать. Не получилось взять каратыш. Так вот было больше денег. Ну, больше хросса 10 тысяч. Получается, 4 тысячи милей где-то сделал. Нормально. С тем, что я со студентом езжу, так вообще отлично. Чувак тоже, как бы, умеет ездить. Но на флэтбете никогда не работал. Поэтому я его, по сути, только с флэтбетом стажирую. Вот такие вот дела сейчас на флэтбете. Работа есть. Вот этот груз мы берем. Но это уже новое видео. Спасибо, что смотрите. Оставайтесь со мной. И пока. Что едят как драйверы? Кайл Джуниор. Ага. Монстр. 14 долларов отдал. Ну, не за него. Еще картошка и рингсы и кольца эти луковые. Вкусно. Мы стоим на лапсе, помылись. Я жду своего товарища. Говорю, 10 минут моемся. Нет, мойся долго. Я уже пошел, купил. Покушать себе. Все, сейчас взвешиваемся и едем. Очень высоко загрузили. 13,6. А сверху еще тарпы. Я положил, что у меня нет тулбаксов. Мне некуда их деть. И получается, скорее всего, у меня выше, чем 13,6. Но как бы мне в Монтану ехать. Там не так. Нет высоких мостов. Так что вот так. Все, кушаем и едем дальше. Спасибо, что смотрите. Приятного вам аппетита, пожалуйста. Кушайте тоже. Вкусно. Блин, прям вкусно. Матритикон. Зелени много. Там петрушечка есть. Мне кажется, еще по вкусу как будто петрушка есть. Класс. Идиллия и спокойствие. Энергетики куплены. И мы едем. Все, наши трубки здесь. Мы едем дальше, товарищи. Надо сегодня доехать. И будет все вообще супер. О, вам. Стезла помыто, но плохо. Красавец такой стоит. Ух. Мощь. На лавсике заправляемся. Петрушечка. Редактор субтитров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, все, доехали, можно было спать здесь Вот этот, кстати, с нами спал Вот этот, 48-й, последний Но он раньше у нас выехал, все равно здесь стоит Поэтому у них спрошу Что-то так Ой, ребятки, какая идиллия и красота Степи Монтаны Ой-ой-ой И мусор, куча этих Фильтров Я не знаю, зачем эти трубы, наверное, для полива Или для чего, но слишком большие для полива Там их куча уже привезенная Есть рак в говне Можно поделать Слегка мы оверсайз везем Потому что вот эти вот трубы 13,6 по высоте Вот, блин, чисто 13,6, да? Ай, блин, не видно А вон мои тарпы лежат А тарпы уже выше, чем нужно Пацанчики стоят Мы стоим Амурбек спит Потому что он ехал ночью Получается Нам не хватило Мы где-то в 4 часа приехали Там заправлялись То-сё, 3-е, 10-е И доехали Всё, следующий груз есть Но он херовый Потому что По цене хороший Но там по отзывам написано Что ждать по 6-7 часов Это просто очень плохо А так, посмотрите на красоты На степи К 7 часам должны приехать Или начать разряжать Очень красиво Ждём За русские ехать 3 часа 37 минут Очень много Платят 3,200 на следующий груз Но есть проблем Что надо ждать долго, скорее всего Это большая проблема Кстати, впервые вижу Вольво Без стёкол боковых Какая-то бичёвская комплектация Но красиво выглядит сбоку Согласитесь Вольвочка У него колёс столько Что ж он возит, что у него столько колёс Не знаю Вы тоже не знаете Куда-то едет Скорее едет А мы тут работаем Знаете ли С пацанами Получается, они 3 ходки делают Первая самая верхняя Потом средняя Потом две последние Не знаю Зачем столько Этих Труб Как бы За это тоже Неплохо платят Очень много Труб Что они тут собрались Прикладывать Зерный поток Новый, что ли Не знаю Ну ладно Чё мы Ждём И едем Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok